Вопрос строительства – это главный вопрос сегодняшнего нашего разговора. Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок Минска и договорились о том, что потихоньку, это насколько мне получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, возьмите Питер, я уже не говорю о Москве, когда ресурсы трудовые в том числе стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый. И я вот знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию. Да и города-спутники определены, они недалеко. И главное, чтобы связь была транспортная и рабочие места. Второй вопрос – это аэропорт. Вторая взлетно-посадочная полоса. Мы ее с вами должны посетить в апреле-май месяце, когда вы определитесь, ввести ее в эксплуатацию и обустройство самого аэропорта. И помните, мы договаривались о том, что мы обеспечим надежную связь Минска с этим аэропортом, чтобы люди не только на личных автомобилях могли свободно туда приехать, но они все имеют такую возможность. Мы должны были запустить электричку с учетом существующих железнодорожных путей, сделать это достойно. Как там у нас будет стройка продвигаться. Надо в этом году максимум будущим реализовать эту идею. Хотел бы услышать от вас о строительстве на месте старого аэропорта в Минске. Как идет строительство там, какие там есть проблемы. Это знаковое место. Потом вы вносите ряд предложений по строительству домов арендного жилья, в том числе пилотный проект по строительству для очередников, которые желают в Смолевичах жилья. Это правильно делают люди. Просто люди должны понимать, что мы каждый год после вторых европейских игр особенно усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Поэтому тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет. Я знаю, что около полутора тысяч, может уже и две тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах. Будем поддерживать это. Ну, так же и в других городах-спутниках. Но принципиальный вопрос о цене строительства. Мы попробовали эксперимент. Завод эффективных конструкций, он уже построил. По-моему, ни один дом прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода, ну, я их грубо называю жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей. 5% в рентабельности предприятие строит, имеет деньги, люди платят, в два раза дешевле покупают жилье. Я думаю, нам надо изучить этот опыт. При том времени на это практически нет. Мы уже попробовали разные методы. И нам надо, если это для людей удобнее, это будет распространено на всю республику. Мы этим путем пойдем.